В последнее время жилой комплекс Малая Истра стал центром притяжения новостей. То сбитый лось, то драка, то 13 разбитых машин. На этой неделе мы тоже приехали сюда, правда, инфоповод уже далеко не свежий. Эту проблему жители пытаются решить уже несколько лет. Раз в два, наверное, было, правда, перелазила, потому что неудобно. Вы понимаете, вот сюда полтора километра нужно пройти, и теряешь время, ну, грубо говоря, 15 минут 20 точно пешком. Это страшно, правда страшно. Если честно, сама лично один раз перелезала через это ограждение. Меня подвезли с работы, девочки, высадили, чтобы действительно не возвращаться ночью. Половина одиннадцатого у меня заканчивается рабочий день. Вот меня здесь высадили, я перелезала через дорогу. Это благо, все обошло. Я считаю, что светофор здесь нужен, потому что вот здесь на повороте всегда очень много аварий. А светофор, он как-то немножко будет это движение останавливать. И дабы избежать вот этих смертей и животных, и людей, и транспорта, нужно как-то вот общественностью. Вот мы собрались и просьба нам, у нас у всех, чтобы наши администрации и чиновники обратили на нас внимание. Освещу основные юридические моменты, касаемые обращения в различные инстанции, касаемо наших ключевых проблем нашего комплекса. Это, в частности, транспортный узел, который должен быть обустроен на Волоколамском шоссе и соединить нашу дорогу в выезд. Компания «Промсервис» должна была завершить строительство пешеходных тротуаров вдоль Волоколамского шоссе со стороны территории ЖК до сентября 2019 года. ГБУ «Мосавтодор» выполнить устройство тротуара и автобусной остановки разгонной полосы вдоль Волоколамского шоссе в сторону Москвы сентября 2019 года. Установить два павильона автобусной остановки светофора и его подключения к электросети сентября 2019 года. Оформить пешеходный переход «Зебра» через Волоколамское шоссе сентября 2019 года. Заметили, какие даты? Сколько времени уже прошло? По состоянию на 26 марта частично выполнены только мероприятия по устройству переходно-скоростных полос. В связи со сложившейся ситуацией по причинению выполнения застройщикам обязательства принято решение о выполнении указанных мероприятий силами МГБУ «Мосавтодор». То есть понятно, что застройщик у нас уже в настоящее время, сейчас уже судом признан банкротом, в отношении у него возбуждено уголовное дело. И МОС «Мосавтодор» принимает на себя все обязательства, если даже они и были. Сейчас уже ни администрации, никому кивать на застройщика уже не получается. В связи с тем, что указанные работы носят комплексный характер, выполнение отдельных мероприятий на данный момент не представляется возможным. Например, поставили остановку, ждем еще чего-то. Нет, им надо комплексно решать это. Финансирование мероприятий по устройству новых остановок на региональных дорогах в 2020 году госпрограммы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы не предусмотрено. Устройство остановок общественного транспорта по указанному обращению в адрес включено в предварительный план работ на 2021 год. Хотя различные инстанции нам отвечали, что в 2020 году все у вас будет. Вот идет из деревни староста, вот он еще, послушайте его, он скажет. Это надо через всю деревню ходить туда на переход. Вот старики вот такие. Даже если не брать, если мы здесь, как говорят, изгоем, мы сюда вселились, вот они, постоянные жители деревни Высокло. Значит, я к дорожникам, главный инженер и женщина, сейчас забыл фамилию, говорит, мало истра, они банкроты. Я говорю, при чем? Люди и банкроты. При чем тут? Вы совмещаете? Это федеральная трасса, мы ничего не можем. Вот такие вот дела, значит, такое отношение к людям. И вот люди, да, вот, ходят вот туда, мало того, перелезают, вот где беда-то будет сразу. Жизненно. Четыре маршрута, 22-й, 27-й, 580-й, 372-й, идут четыре маршрута мимо людей. По факту, у нас есть все практически необходимые требования, которые они предъявляют, только нет павильона. Разгоночная полоса, карман, у нас есть все для того, чтобы осталось дело за малым. Официально сделали, признали эту остановку, для того, чтобы водители не спрашивали, вы малую истру, значит, нет, не могу остановить там, или могут. То есть только исключительно идут навстречу старикам или кому-то. А, то есть они останавливаются? Некоторые водители, они рискуют так же. В количественном расчете, если они расхвачиваются, то они останавливаются. Я голосую. Я не могу позволить, я пенсионерка, ездить на такси. Ну давайте мы скинемся на павильоны. Вот сейчас все тут по тысяче скинемся, 20 тысяч уже будет с одной стороны, павильон будет стоять. Ну так же нельзя. Так нельзя. Обратите на людей внимание. Проблема есть такая, то есть когда ты отсюда выезжаешь, тебе придется ехать до Истры, разворачиваться в Истр и ехать в сторону Москвы. Даже чтобы заехать сюда, из Истры, тебе надо доехать до Высокого, развернуться на светофоре, доехать сюда. Ну это как бы тоже, как бы время теряется небольшое. Хочу вам показать ту тропинку, по которой я каждый день хожу на работу, потому что доехать просто не на чем. Это ближайший путь до магазина Леруа и до магазина Лента. Сегодня солнечная, сухая погода. В дождь здесь очень скользко, я сама упала один раз. С одной стороны у нас лес, с другой – бурьян. Ну самое интересное будет впереди. Ну я же хочу посмотреть, где здесь тропа жизни. А вы сами так не ходите? Нет, я по трассе ходила. Да, такой борщевик. Еще поискать надо. Отличный путь по сравнению с Волоколамкой. Ну самый безопасный, во всяком случае. Лучше, чем трасса, то есть я со своей точки зрения. Вот еще минут 15 через СНТ и мы доберемся до цивилизации. До двух крупных магазинов в Леруа Мерлен и Лента. Таким вот образом. Ну собственно, это единственный магазин Лента, который нас снабжает продуктами. А, то есть своего у вас нет? Нет, но у нас есть частный, маленький. Во-первых, да, цены дорогие. А, во-вторых, там продуктов практически, ну, то есть то, что тебе нужно. Выбора нет. Выбора нет, да. Ну, ну, ну... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...